Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги, Никитич Владимир Станиславович. Ваше внимание представляется доклад на тему «Технические средства охраны государственной границы в прошлом и в настоящее и в будущем». Название доклада достаточно амбициозное, но мы 40 лет работаем с пограничниками и прекрасно понимаем, что за 10 минут объектно невозможно, поэтому мы будем рассказывать не столько об истории создания технических средств охраны на границах, сколько о нашем месте в этой истории. Для кого будут состоять из двух частей, как уже было сказано. Сначала я все равно в моем лице расскажу о том, что я сделала до этого, а потом молодой поколение уже расскажет о том, что будет, о конструктивах. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот так, немножко, чтобы вам напомнить. Перед вами карта СССР, многие начали соответствовать. Что же предсказал собой границы в советские времена? Общая протяженность сухопутных границ составляла около 15 тысяч километров. На всем протяжении обеспечивался сплошной конкурс периметра. Способ охраны войсковой, центральный штаб, округа, погранотряды, пограничные заставы. Рубеж ответственности пограничной заставы в среднем составлял 15 километров. При этом заставы располагались на расстоянии не более 500 метров от линии сегментационных заграждений. Позволяло оперативно действовать по синхрону свободы. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде предсказана фотография типичного участка государственной границы в 70-80-е годы. От счастья, на границе она до сих пор в таком виде и есть. Это, как правило, сегментационный комплекс заграждительного типа, состоит из двух частей. Средство взоружения и системы сборооблогута информации и системы электропитания. На рубеже восстанавливается сплошная полочность заграждения в саду до 3 метров и КСП от 5 до 15 метров для идентификации типа нарушителя. Любой сигнал, обрабатывая вместительственное окружение, как правило, для электроконтактного типа, обрыв или замыкания витей, являлся сигналом дерьмоги-бужьем, по которому личный состав принимал меры по уяснению причин возникновения сигнала и содержания возможного нарушителя. Вероятность таких градусов нарушительных систем была невысока, для неосведомленного и неподготовленного нарушителя консервирования 07, для подготовленного 0103. Поэтому технические и железнодорожительные и таких систем постоянно совершенствовались. Следующий слайд, пожалуйста. И была разработана целая линейка таких средств. Вот вы видите там по датам скала, гардина, потом была разработана средства окружения Танкенс, Дедалла и усиления СТ-75 инфляционного типа. Был комплекс океан, который не пошел по ряду причин, а потом появилась линейка ГОБИ, 185, 195 и сейчас 205 комплексы. Которые используют в различном составе средства окружения различных принципов действия, индуктивные, инфляционные, инфляционные, их комбинацию, например, сверху, это инфляционная, снизу инфляционная и так далее. Ну вот, в конце 70-х годов, по ряду русскому комплексу было обращено внимание на необходимое создание комплексов и систем смаскированной линейной частью, прикрытием визуевых участков и более вероятного вторжения от нерушителей. Первым появились изделия серии КЕР, КЕР-ЭР, это сейсмические датчики отстощены либо радиоканалом, либо объединенные в косу. К серию особо не пошли, но были предвестниками следующей системы, которая называется «Ведра-вторая», которая объединяет в себе сейсмический, магнитиметрический, фракансный, радиоучивый способ отражения. Следующий слайд, пожалуйста. Структура этой системы изображена на рисунке. Вы видите зеленым цветом односельство окраса через 20 метров, второе сельство окраса, между ними магнитиметрическое искрения, используя первое разработанное инженерное предприятиеДАЛ, магнитиметрическое предприятие распределенного типа, пассивные, радиоучивые средства и инфракрасное средство. Как показали государственные исследования этой системы, все что-то fracture из земли, а именно радиоучивые средства и инфракрасное средство, все что достоится с воп염ом, поэтому по сути оставалось только два типа средств, леTA-хмические и магнитиметрические. Именно когда сгадилось идея создать собаканное комбинированное средство отружения, в связи с вами, пожалуйста, сейсмомагнитно-метрическое средство отружения. Это и было реализовано в серии БИОС-12.2, Двуклет, Двуклетер и так далее. Представляет собой три капли расположенных на расстоянии 1 метр на углу, на глубине 0,3 метра. Капель из капель является, по сути, распределенным сисмическим преобразователем с распределенной чувствительностью. И внутренние жилые капли объединяются в компанию, представляя собой магнитетическое средство отружения для отружения гражданных нарушителей. Следующая статья, пожалуйста. Со спадом Советского Союза изменилась и концепция охраны государственной границы, и без расплошной охраны перелесать древние участки и государственные границы в местах наиболее вероятных применения нарушителей. Заставы удалены от побежей охраны значительное расстояние до 30-50 километров. Изменилась модель нарушителей. На границы были безусловые опасные угрозы наркотрафик, контрабанды оружия, нелегальная аммиграция из юго-восточных государств, в которых и влюбился терроризм. И, соответственно, в связи с этим нарисовались новые проблемы. Резко возросла потребность достоверности, получаемой информацией от удаленных средств от отружения для принятия адекватных мер противодействия. То есть потребность телевидения, грубо говоря, потому что ехать за 30-50 километров по сработке с животным, например, это нецелесообразно. И невозможно в связи случаев против внутренней связи и питания для линейного участка, для линейного изжиметного заграждения. Частные земельные участки, отчужденные в ее местности и так далее не позволяют этого сделать. И значительная трудность обслуживать технические средства, для дрячей сейфа значительного состояния особенно сложно в свободном условии. Вот в этом слайде показано, как в зимний период времени попытка заведить аккумуляторы, завроху, эта техника, люди застались в степи, что не есть хорошо. Поэтому возникла идея создать необслуживаемые комплексы, границы, можно себе рассчитать. Мы разработали комплект аппарат-муническую КОГ, которую можно подключать при помощи, кстати, наших коллег из НДОХ, к которой можно подключать изделие Дельфин 250 метров с лена справа, то есть таким образом этот шкаф питает передачи и фланг на рейтс 500 метров. Не требует никакого обслуживания, передает сигналы тревоги, контроля и практически вот на линейном отделении Берлин, следующий слайд, пожалуйста, работает уже 7 лет. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так выглядит граница с нашим же изделием Дельфин и с нашим же комплектом КОГ. Вот на линейном отделении Берлин в Кирио-Песковской области работает 7 лет и, как говорится, есть не просто. Вот. Значит, дальше... Вы понимаете, что... КОГ сохраняется не только с большим комплексом разнообразных технических средств разнообразных технических областей, передвижные и автономные областные и так далее. Но наши следующие слайд, пожалуйста, компетенции ключевые это все-таки триметровое средство обнаружения областного и заболевательного типа, автономные областные технические наблюдения и о перспективных добавлениях следующих расскажет у меня коллега. Денис. Увов. Добрый день, уважаемые коллеги. Одно из последних изделий разработан на нашем предприятии по граничным службам ПОСДРССК, это автономный пост техническое наблюдение Гринадер. Областный Гринадер был разработан в инициативном порядке в соответствии с общими тактиками техническими требованиями по граничному службу ПОСДРССК, по автономным постам технического наблюдения. Объектен был принят на основление по граничному службу в декабре 2015 года и на данный момент это государство предприятием СЕРИНА имеет шесть вариантов исполнения. Объектен отъемления предназначен для предд�로сп Greater Баслsil дистанционного наблюдения от запусков и охраняемых зонах высокопутных и водных участников отравированные территории. Структура патентной оберки представлена на слайде. В него входит линейный пост, инстанционный пост, а также носильный прибор для приема изображения информации с оптико-электронного модуля. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлен сравнительный анализ результатов применения оборитно-технических средств охраны. На выставке интерпретент 2017 в одном из докладов на конференциях был озвучен анализ применения развития технических средств охраны границы, из которого следует, что наибольшую эффективность применения даются на виссонные средства и комплексы со скрытой ременью частью, то есть маскированную. На втором месте по эффективности идут оптико-электронные стационарные средства наблюдения, позволяющие удаленно контролировать установку на расстоянии местных километров от участка границы. Следовательно, в перспективе развития технических средств охраны мы видим комплексирование автономных маскированных средств обнаружения с оптико-электронными модулями, установленными на автономных или автоматизированных постах технического наблюдения. Следующий слайд, пожалуйста. Изначально АПТН-гренадек был разработан как основная часть комплекса технических средств охраны для протяженных рубежей. Данный комплекс может быть построен путем комбинирования АПТН со средствами обнаружения производства АПТН-гренадек, либо средствами обнаружения, либо производителей, имеющих хранение и выпады, или внешний протокол информационно-логического взаимодействия с изделием гренадек. На слайде представлен вариант комплексирования АПТН-гренадек со средством обнаружения рублета Р. В результате комплексирования получаются энергонезависимые, не имеющие проводные клиники, питания и связи, рубеж охраны маскированного типа на основе сейсмогнитометрического средства обнаружения и автономного поста технического наблюдения. В рубеж охраны создается в средственном выражении буклет ПЕК электропитания, которая осуществляется за счет устроенного регуляторной батареи с ресурсом заряда до 365 дней. Передача с конверсунной информацией осуществляется через встроенные муковые передачи, то есть полностью совместимые с аппаратурой станционного поста АПТН-гренадек. При израбатывании средства обнаружения буклет Р, оптикоэлектронный модуль, как это успеха для системы видеонаблюдения КИИ, которая установлена на линейном пласту Куринадек, автоматически наведется на участок контроля. Следующий слайд, пожалуйста. Одной из перспективных разработок, которая могла бы значительно повысить эффективность охраны протяженных пробежений, является создание универсального поста технического наблюдения, имеющего не только оптикоэлектронные, но и радиолокационные вооружения, а также возможности интегрирования с техническими средствами охраны маскируемого или заградительного типа. Таким изделием является автоматизированный пост радиолокационного и оптикоэлектронного наблюдения ГУСА. Отличительной особенностью изделия ГУСА, в отличие от изделия АПТН-гренадек является наличие радиолокационной станции, позволяющей в автоматическом режиме проводить сканирование рубежей Афганы и выдавать сигналы для наведения оптикоэлектронного модуля на обнаруженную цель. Спасибо за внимание, доклад окончен. Всем, у кого есть вопросы, продолжайте на нашу.